Слово праведника Слово праведника всегда доходит до сердца человека. И если говорит праведник, оно всегда оставляет след в сердце. Всегда рядом, всегда он с нами, и слышит, и видит нас, и помогает, и наказывает, если нужно. Только он в новом качестве, конечно. Но... Если бы без Бачки, так ничего бы этого не было. Его обитель, его дети моего. Поэтому трудно мне сказать, что это без Батюшки. Не могу я этого сказать. Конечно, на каждого из нас ложится ответственность больше, чем было, когда Бачка был рядом. И привыкаешь тоже к этой ответственности. Буквально за каждое слово, за каждое действие свое уже отвечаешь. Уже такого молитвенника, кто подсказал бы тебе непосредственно сейчас, всю минуту, всю секунду. Рядом нет, но все равно как-то управляется это по его молитвам. Но, конечно, не так скоро, как бы хотелось, как это при Бачке было. Он тебе покажет, и направит, и расскажет, если нужно, и накажет. Ну, а сейчас... Мне кажется, главная цель наша сейчас стоит у всех, чтобы быть с Батюшкой вечности рядом, с Господом рядом, под покровом Батюшки. Вот, и поэтому заработать нужно вечность трудом своим, молитвами. И как есть такая икона «Ангел молитвы». И там такие слова написаны. «Внимай себе, что творишь или что глаголишь, и до него грех тебе будет молитва твоя». Вот и сейчас, как бы, вот особая проверка такая, особый экзамен, когда Батюшки с нами нет рядом в физическом теле его. Но, тем не менее, он видит лучше, слышит лучше и знает все больше, чем то было при жизни. А проверка-то она для нас, главным образом. И сейчас Господь смотрит, кто из нас вообще будет под его покровом или нет. У нас все зависит. Поэтому, как бы, не могу я ответить на вопрос «Пасха без Батюшки». И Пасха с Батюшкой, но дерзость будет с моей стороны сказать «Вот да, я с Батюшкой». А это уж если милосердие Божье такое будет, тогда да. Ну, это было не три, не четыре, а больше лет, где-то лет семь-восемь назад ездила я в Никольское, часто очень. Просила Батюшкиных молитв, встречались мы с ним иногда, не так часто, но когда мне нужно было, он никогда не отказывал, принимал всегда. А Пасха, конечно, это было особое здесь. Ничто не могло омрачить его радости, никакие обстоятельства в жизни. И, конечно, эта радость переливалась и в наши сердца, во все без исключения. Вот я помню такой эпизод, когда я приехала с Никольского автобусом, который возит паломников, в Донецк, после Пасхи, после службы пасхальной ночной. И иду по мосту через Кальмиус. Навстречу идут люди, что-то такие хмурые, озабоченные, озадаченные. Так хотелось кричать «Христос воскресил!». Вот такая радость переполняла. Поделиться ее хотелось со всеми. Ну, конечно, собачка, когда это явно видишь, радость эту. Ну и сейчас в сердце нашем он живет. Ну, конечно, тогда это было наглядно, как видишь солнце или ночь. В учебе пробираешься иногда, там солнышко, где-то лучик какой-то увидишь, там идешь на него, огонечек какой-то. Ну, ночь проходит, все-таки бывает опять рассвет. Ну, прежде всего, существуют обязанности каждого из нас, которые батюшка же и обозначил. И в завещании своем, и в устной форме. Много нам рассказывал, как себя вести, что делать. Много и говорил, и предсказывал, и учил. Главное это помнить и исполнять. Просто исполнять то, что он завещал. Благодарное исполнять, благодарным сердцем. Мне кажется, тогда, по его слову, по молитве его, Господь сохранит и обитель, этот след, о котором вы говорите, батюшкин, останется вечности. Это точно так же, как освещали у нас Успенский собор, место под Успенский собор. Владыка тогда говорил, что в момент освещения места под собор, то есть он уже существует на небесах. И точно так же и каждое наше движение. То есть хорошая или плохая проекция такая, как бы идет вечность. А батюшка все время, как бы, жил такой в молитве. И он знал, что он говорит, что он делает. Поэтому, следуя его словам, его завету, мне кажется, мы будем соответствовать предназначению своему послову Христа, что мы же все-таки человек – это образ и подобие Божие. Ну, а так что-то особо там, мне кажется, что батюшка все рассказал и все обозначил, что нужно делать. Просто слушаться его нужно, вот и все. Много тут и думать не нужно. Опять же он… Опять же он… Опять же он по его молитвам собирается. Просто в силу своего послушания мне приходится много очень общаться с людьми. И просто это явно видно, насколько это происходит все по молитвам батюшки. Явно видно. То есть, кого призывает Господь по его молитвам, тот обязательно попадает сюда, обязательно свое, как бы, исполняет такое предназначение свое исполняет, волю Божью исполняет, соответствующую его душе. Не вижу другого я, что, как человек. Все промыслительно. Все это очень просто и без всяких премудростей. По молитвам батюшки попадают люди сюда. И не только попадают, но и продолжают трудиться здесь. И люди приезжают, которые при баючке были. И просто и благодетели наши, и паломники, и люди неимущие. Не оставляют ведь обитель. Не оставляют. А приезжают молиться и получают помощь молитвенную. То есть, я вот не представляю, все, что, как я мыслю, как во мне все это живет, это все вложено в меня батюшкой. Духовное мышление такое какое-то, какое не есть, которое присутствует во мне. Точно так же и в каждом из нас, мне кажется. По его молитвам происходит такое духовное становление. Сейчас очень такое тревожное время духовное. У нас много всяких разных сект. Много таких отклонений от православия. К сожалению, хочется сказать, чтобы... Хочется сказать, что пожелать, чтобы в сердце каждого человека прозвучали эти слова «Христос воскресе». И батюшка всегда очень опасался вот этого ложного пути. Он был очень трезвый человек. Он был человек, который ратует за души других. Действительно, на него можно было положиться. То есть его точка зрения всегда была решающая, всегда была как точка отсчета. Он стоял всегда в истине. Вот и поэтому, конечно, есть у нас и книги про батюшку, есть и фильм о нем, и в монастыре есть и проповеди его. Слово праведника, оно всегда доходит до сердца человека. И если говорит праведник, оно всегда оставляет след в сердце. То есть его молитвенный труд, его труд во славу Божию, он никогда не проходит в туне, всегда не может такого быть. Но как бы вот этот вот такой потенциал труда молитвенного, он всегда имеет силу и всегда оставляет след в сердце человека. Поэтому хочется пожелать всем, чтобы все-таки люди прислушались, нашли к своему сердцу, нашли бы истинный путь. Потому что то, что сейчас, это хорошо, временно все. Но существует ведь еще вечность, где мы будем или со Христом, или не будем со Христом. То есть, не будем, это будет страшно. Поэтому, если у кого-то какие-то проблемы духовные, нужно искать истину. Не в сектах каких-то, где разрывается душа. Одним словом, две тысячи лет, наверное, о чем-то говорят апостольской веры. Что она еще существует на земле и не собирается умирать. Вот и проповедником, конечно, таким истинной этой веры был наш батюшка. Может быть, я знаю людей, которые читали книги. Книга вот эта вот «Любовь превыше всего батюшки», о нем просто. И то, какую силу на их душу воздействие, какое я производила. И фильм очень нравился. Даже тут люди, которые даже еще не воцерковлены. То есть, люди находят какую-то зацепочку. Ну и дай Бог, чтобы состоялось и исповедь, и причастие. И чтобы человек почувствовал вот эту вот темноту без Христа. И радость эту духовную, покой душевный со Христом. Чтобы он мог выбрать. Господь никогда не насилует волю человека. Но...